Приветствую вас! Знаете, я бы хотел начать с того, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, на мой взгляд, совершенно справедливо задает вам вопрос относительно того, в каком контексте проявляется вот эта вот самая собирательство вашего мужа, да, то есть очень важный этот момент, на мой взгляд, уяснить, потому что есть контекст, в котором муж это делает, если это, например, дело его жизни, если это дело вашего мужа, если это дело его жизни, вот, то, да, скорее всего, так будет всегда-всегда, потому что, если это, если это жизнь человека, да, то он, скорее всего, там, там, ну, все-таки, все так и будет, вот. И это нормально, вот, если же это имеется, ну, такие вот, достаточно болезненные появления симптомов, вот, то с этим нужно что-то делать, вот, но я хочу сказать, что основная сложность заключается здесь как правило в том, что люди не признают себя зависимыми, люди не признают себя больными, вот, как правило, люди не признают себя больными, признают себя зависимыми, вот, и, как правило, практически не бесприимчивым к терапии, ну, потому что, ну, потому что, да, вот, человек считает, что с ним, там, как порядки, ну, ну, например, да, человек считает, что с ним все хорошо, вот, и у него никаких проблем нет, вот, поэтому, наверное, наверное, одна из основных задач, которую, ну, которую, вот, можно назвать, это задача по донесению до человека, вот, ну, всеми возможными способами, вот, вот, что у него есть сложности, что у него есть проблемы, что у него есть, как бы, ну, что у него есть серьезные проблемы, вот. Как вы это сделаете? Очень важный момент, потому что, если вы будете это делать, ну, агрессивно, вот, то это лишь отполкнет вашего мыя еще больше от вас, и, в общем-то, вы будете его настраивать только против парня. Поэтому имеет смысл, в первую очередь, получить какую-то картинку, вот, картинку, ну, например, ваших взаимоотношений с мужем, да, то есть, вот, ну, условно говоря, картинку того, например, аэ-э-э, допустим, э-э-э-э-э-эта что из себя представляет ваше отношение с, ну, с мужем. Насколько они искренне, какое количество контекстов в нём присутствует, я имею ввиду насколько тепло, хорошо вы общаетесь, насколько у вас много общего и так далее. Вот, уже как-то вот исходя из этого, да, исходя из этих моментов, уже отталкиваться и смотреть на то, что можно сделать дальше. Ну, вот, потому что, ну, как бы так нельзя сказать. Ну, у каждого своя история, да? Вот, и вполне может быть, что ваш муж пытается там завершить какую-то важную задачу вот в твоей жизни, которая кажется ему важной, которая кажется ему ценной, там ценной, кажется ему актуальной. Вот, вполне нормально, что это, это бегство, вот, каких-то проблем, вот, вполне нормально, что это просто избегание, вот. Понимать можно, что человек просто уходит из реальности, вот. К сожалению, такое бывает. Вот, и если собратство проявилось сильнее в браке, вот, то у меня для вас не очень хорошая новость, в плане того, что, может быть, вы косвенно послужили основанием для того, чтобы эти симптомы усилили. Вот, я не говорю, что вы, там, однонечно виноваты, я не говорю, что вы специально хотели, там, чтобы муж продолжали с этим заниматься, я понимаю, что у вас нет. Вот, но, довольно часто, ну, бывают, бывают такие ситуации, что человек сам того не желает, а провоцирует на какие-то вещи своего партнера, вот, и чаще всего это происходит, ну, именно потому, что человек не очень хорошо понимает, ну, последствия своих действий, да, то есть, ну, не очень хорошо даёт отсчёт, к чему приводит его действие, вот. Это, ну, может, как бы, происходить, потому что человек себя не не слышит, ну, просто не слышит себя, не слышит свои чувства, не слышит, вот, не слышит свои эмоции, свои обопременности, свои желания и, соответственно, об этом не говорит, ну, в полной полной мере об этом не говорит, ну, тогда как, если бы человек сказал бы, да, ну, если бы был бы более открытым, вот, ну, то вполне вероятно ситуация бы разрешилась. Поэтому, мне кажется, то, что вы можете сделать уже сейчас, да, это разговаривать своим мужем искренне, да, вот, если не говорить о том, что вас беспокоит, без обвинений, без оценок, без осуждений, вот, то есть, говорить нужно о том, что вас волнует, волнует, вот, и посмотреть на его реакцию, вот, потому что, если вы чувствуете, что человек пренебрегает тем, что вас волнует, условно говоря, но всё равно, там, ну, грубо говоря, союза с ним, вот, то это уже вопрос больше к вам, это вопрос к тому, к тому, наверное, наверное, больше, что вы считаете для себя приемлемым, вот, потому что, ну, если, если вы считаете для себя, например, приемлемым, когда человек игнорирует ваши желания, игнорирует ваше беспокойство, вот, игнорирует ваши предпочтения, там, и т.д. и т.п., вот, то это ваш выбор, вот, и вам, условно говоря, за этот выбор, да, нужно отвечать, вот, даже если не очень хочется, вот, даже если, может быть, вы не согласны, да, но всё равно нужно отвечать, так или иначе, вот. Вот, поэтому, тут не всё так просто, вот, и действительно ничего не делать, в смысле, ну, вот, в смысле, ваше, ну, ваше, если поведение оставить таким же, то, скорее всего, ничего не умеет, это дело в том, что собирательство собирательство, ну, по сути своей, собирательство, это история про защиту, то есть, то есть, это история больше про не защищенность человека, вот, про его уязвимость и, соответственно, окружение себя вещами, чтобы, ну, чувствовать себя более защищённо. С одной стороны, с другой стороны, собирательство, это такая потребность в любви, то есть, вот, это оно, вот, желание что-то себе дать, вот, желание, чем-то себя обеспечить, вот, чтобы, ну, не чувствовать себя, ну, обделенным, например, например, да, чтобы не чувствовать себя, ну, что, тебя обделили чем-то и, как-то, чтобы не чувствовать себя, вот, ну, неприятно в этом смысле. Вот, но это всё очень индивидуально и, как бы, вашего мужем мы не знаем, вот, поэтому я бы сказал, что те предположения, которые, которые я делаю, они в большей степени идут из каких-то общих моментов, вот, тогда как нужно, мне кажется, делать выводы, исходя из имеющихся фактов, для чего нужно, на мой взгляд, сделать, ну, хотя, поговорить с вами, да, и получить, вот, какое-то представление о том, что происходит там между вами, между вами и вашим супругом, вот, может быть, есть какие-то сложности, может быть, есть какие-то моменты, может быть, есть какие-то, вот, ну, какая-то проблематика есть, то есть тут, тут могут быть самые, ну, самые разные варианты могут быть здесь, вот, поэтому это такой момент. Следующее, на что я хочу, на что я хочу обратить внимание ваше, это на то, что, ну, допустим, вот, в идеале, в идеале, в идеале случается так, что вы, значит, у вас, ну, получается, сделать так, чтобы муж не занимался больше собраться. Вот, у вас это получается, вы это делаете, все хорошо. Вот, нужно понимать, что нельзя у человека, например, да, что-то забрать, ему не дав ничего при этом. Я хочу, чтобы вы это, ну, хорошо, хорошо понимали. Вот, что если вы у человека что-то забираете, вот, если вы у человека что-то берете, то, нужно ему что-то дать, вот, поэтому, я думаю, что довольно полезно здесь будет подумать о том, что вы готовы человеку дать, что вы готовы, ну, как бы, ну, условно говоря, на этом, не знаю, возместить, да, возместить, да, возместить человеку то, чего он лишит, потому что, в любом случае, будут какие-то изменения. Вот. Вот. Нравятся они вам, не нравятся они вам, они будут эти изменения, в любом случае. Вот. И вам необходимо, ну, имейте в виду, вам необходимо учитывать, что эти изменения, они будут. Вот. И чем легче, лучше, может быть, вы их, вот эти изменения, для себя, примете, да, то есть, если вы готовы на эти изменения, если вы готовы, готовы, будете готовы своему мужу, вот, давать то, что, ну, то, что ему нужно, да, то есть, помогать ему. Вот. Я думаю, что это, конечно, облегчит ситуацию. Просто я хочу, чтобы вы, вот, понимали, такую, ну, важную, на мой взгляд, деталь, что, вот, многие люди, многие люди считают, что достаточно просто избавить человека, когда, вот, какой-то, вот, его, ну, зависимость, увлечение, вот, в данном случае, и всё. Нет, 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 и ещё раз, нет. Это потребность, которую человек привык удовлетворять таким образом, вот. Это может быть действительно, ну, такой, довольно, довольно деструктивный способ, ну, способ удовлетворять свою потребность. То есть, это правда. То есть, это действительно так, может быть, это действительно негативный способ, вот. Но другого способа человек не знает. И человеку только предстоит научиться этим способом. и вам важно помочь ему, вот, не обсуждать человека, а помочь ему, вот. И соответственно, соответственно, условно говоря, вам за это, как бы, будет много, много, очень много благодарности. Человеческой, ну, чисто так вот. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну, с учётом, своё опыта, вот, с учётом своего опыта работы, да, с учётом своего опыта работы, да, с учётом своего опыта терапии, вот, с учетом своих знаний, вот, и с учетом своих, вот, ценностей, которые я, ну, продвигаю, да, которые я стараюсь продвигать, которые я стараюсь как-то, вот, реализовывать, вот, в том числе и со своими коллегами, вот, поэтому я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя определенные выводы сделаете, надеюсь, что это даст вам для размышлений, вот, и подсудит основанием для формулировки обратной связи, которая и даст сначала работать над собой, в первую очередь вам, и потом еще вашему мужу, вероятно, через вас. Желаю вам удачи, всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова